Спасибо за поздравление. Равный матч, наверное, равный и по голевым моментам. Как у нас были такие острые голевые моменты, так и у команды Тосна. Но мы забили, наверное, поэтому победили и играли уже по счету. На мой взгляд, в первом тайме было наше преимущество, такое небольшое игровое и по голевым моментам. На второй тайме, естественно, гости прибежали вперед. И поэтому, наверное, больше атаковали, а мы больше защищались. Но в целом-то, несмотря на, может быть, не очень много голевых моментов, мне кажется, игра интересная в том плане, что две команды с уважением друг к другу отнеслись. И мы, и команда Тосна сделали очень много технико-тактических действий, много было борьбы, много было каких-то там перестроений. Тем, наверное, и вот ценен этот футбол. Ну, а в целом-то, еще раз скажу, что мы забили, наверное, поэтому победили. Но в целом-то, как победить могла команда Тосна, так и ничья могла быть. Но в итоге победа наша. Команды проводили уже второй матч в этом первенстве. И насколько сложно было готовиться к сопернику, состав которого весьма-весьма обновился в зимний регистрационный период? Да, не сложно готовиться. Видели на сборах. И в целом тех футболистов, которых Тосна взял, да, мы их всех знаем, знаем их силу. И некоторые приобретения для меня, например, вообще странные. То есть, да, те игроки, которые играли основном составе. Поэтому ничего сложного здесь не было. И как бы, как мы ожидали, так Тосна и сыграл. Коллеги, ваш вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, у него ушиб голеностопа. Он еще на Кубке ФНЛ получил травму этой ноги. Вроде восстановился уже и играл игры. Сегодня сыграл практически, да. Но опять же, ушиб того же голеностопа, наверное. Поэтому и такая травма, да, хромает. Но ничего в целом-то сложного нет. Ну, естественно, наверное, пропущу ближайшие там два матча. Потому что они у нас там через три на четвертый. Такой у нас календарик. Почему-то мы в мае меньше игр играем, чем в марте. Для меня это странно. Коллеги, пожалуйста, еще вопрос. Вы в Альтазине трансфер на окно взяли недавно. И теперь вы какие-то смартфоны. Можно сказать, что вот эти трансферы у вас ходят под премьер-лигу? Нет, мы под премьер-лигу не работаем. Как бы нам не хотелось. Потому что мы еще туда не вышли. Когда выйдем, тогда уже будем делать трансферы в премьер-лигу. В целом-то у нас травмированы два нападающих. Делькина и Кобялка. Поэтому нам обязательно уже был нападающий. Мы рассматривали несколько кандидатов. Но основной из них был Саталкин. Потому что это наш воспитанник, Оренбургский, который у нас сыграл. Знает наши требования. Вот мы его в целом-то и взяли на последний сбор. Не совсем он готов на данный момент. Он готов выходить на замену. А Делькиншев это тоже единственный футболист, который у нас в аренде. И в целом-то мы вообще в аренду не берем. Там здесь пришлось брать. Потому что на последнем сборе на Кубке ФНЛ у нас крайний защитник малых получил травмы. И пришлось срочно искать замену. Мы взяли Детекежева, который тоже после долгого, простого, не совсем готов. И сегодня играл на морально-волевых последние минуты. Уже такой с небольшой травмой. За что ему спасибо. Но в целом-то мы качественно усилились. И усилились там, где и надо было. Коллеги, еще пожалуйста вопрос. А кенок и коронок выше не с первых минут? Потому что еще не набрали форму? И это не связано? Ну вы меня сейчас так обидели, если честно. Два месяца готовились и не набрали форму. Ну что это за тренер у них тогда, да? Да нет, это тактические соображения. У нас все формы набрали. Все. За исключением тех, как я уже сейчас сказал, Саталкин и Детекежев, которые присоединились только на последнем сборе. Все остальные в хорошей форме. Это тактические соображения и это конкуренция. Кто сильнее, тот и вышел в основном составе сегодня.